Ну, ему нормальная. Ты насмотрелся, говорит, в Матрице. Позови уже весь клан сюда, немощь конченая. О, бубенцы! Бубенцы! Бубенцы, сука! Да, господи, бубенцы! Уже не надо. Уже не надо. Бубенцы! Типа, я... Ну, то есть, она там порассказывала, как у них там весело. Сидел тут пояса, точил Шерихан. Что и 20 где-то спалил, пока просто я сделал. Сейчас такие пояс туннеры, играючи, точат. Кого бразили? О, пилюля Шерихана выбил. Ебать! Пилюлю Шерихана выбил! Ну, наку, в смысле, пилюлю Шерихана выбил? Что? Я не понял, как пилюлю выбил? В смысле, выбил? Как, ебать, я что-то стою-то ход? Сейчас я выйду. И на последнюю минуту выпадает как-то нахуй. Да-да. Ебать! Ебать! Фрая, ты что творишь? Ты как ты это сделал? Ебал, он упал! Охуя! Ну, ты сюка! Фрая! Пипец! Фрая! Куда? Куда в порядке все? Е... А! А! Вот это надо клипить! Фрая! Написано. В смысле, там... Ну... Я на стриме не вижу. Типа, там суммы не видно, в смысле? Нет, вообще ни одного, ни одного донатного гола. Три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три. Я же сказал. У нас будет донатный гол на аниме всегда такой. Ну, типа, если там, конечно, не пятьдесят серий. А-а-а! А-а-а! Подожди! Это что? Это... Это... Не понял? Вау! Не понял? ядовитое желетое что да ну нахер да ну нахер выбил выбил чат выбил выбил какого черта происходит в смысле выбил какого черта ну можете новая на вашу радость что я многих не помню каждый раз тюльпа а тюльпан ищите твою налево вот так бы и сказал родненький конечно вспомнил всем привет дорогие друзья с вами юга и сегодняшнее видео по уже так сказать по интро я хотел бы посвятить банкам бесконечности о да и она как я их выбивала сколько у меня на это времени ушло какие подводные камни с чем я столкнулся где лучше фармить и хочу сегодняшнем видео также развеять все мифы потому что видимо одному рад за недостаточно продолжается опять гадание на кофейной гуще астрологи предсказывают неделю вранья и так далее и тому подобное в общем все 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 о механиках выбивания банки как это сделать быстро и эффективно и если мне не везет что же мне делать помоги юга пожалуйста в этом видео я попытаюсь рассказать тех немножечко вас смотивировать и в конце концов открыть глаза на вещи которые для вас кажутся очень странными в общем погнали и начать свой рассказ я бы хотел вообще с чего я начал пойти фармить эти банки ну зачем они мне нужны были почему я решил взять это уникальные темы я люблю уникальные темы в играх для меня это вообще в принципе как ну вот что-то такое важное у меня первый уникальный тем это золотая карта гайд восклицательная карта будет подсказочки в описании в конце видео также можете посмотреть я ее нафармил совершенно случайно две штуки так как я огромное время не проводил в пилапе и карта благородного ученого для меня стала таким подправной точкой потому что преимущество я сразу же испытал небольшой спойлер мне остался одна деталь компаса чтобы собрать компас у меня будет четыре уникальных и тема из 6 в игре 2 это кольцо старьевщика и еще специальные итомка я все время забываю нелевы красивые названия и все время забывают нужна для протеристов который дает двойной рывок на корабль в общем банка на хп я фармиленок зарок на везде и мне показалось что блин был бы неплохо перестать вообще таскать с собой эти банки и вообще все это мне я очень не ленив а олень они двигатель прогресса и в то же время лень как побуждает тебя на такие поступки плюсы банок они в принципе уже сразу они понятны они весят по пикажды по 50 лт и канует вам огромное количество веса в целом то есть даже если на персонажа у вас нет лт 2 банки в принципе занимают 100 лт что дает вам возможность принципе об остальных весом не заботиться на гильдворах на аренках вы вообще забывать а если у вас еще и пи фея с 5 бодрости то это просто просто рай ну собственно 5 бодрость на феи также стала одним из ключевых факторов и почему бы собственно и нет зелья у меня ставят всегда их юзы банку на хп начал фармить так сказать в неурочное время вообще начинал очень медленно прошли ивенты и прошли 50 процентные на них ну когда их в отделе рейты и типа на друг что давайте давайте друзья коллеги стримеры даже некоторые собрали раньше некоторых я раньше даже собрал которые начинали с самого начала но все-таки были случаи когда люди собирали банку на хп за один день и это тоже правда имеет место быть нет они не читеры это система но корейского рандома тире математика которая так или иначе здесь присутствует к ней мы придем попозже и банку онет я начал фармить слоноросов я под мне было удобнее так как я курсировал между грана и экзарками думаю буду заскакивать на пару часиков на стриме фармить в итоге у меня на бубинцы ушло 28 часов чистого фарма я бегал по очень довольно таки известной траектории я еще покажу вам на карте она обуславливается с центральным вот первый спот есть еще один нижний спот и обить его обители альфы чуть выходящее вверх ну здесь вот этот спот я бы просто проделил на две части я вот эту нижнюю фармил мне было удобно в западном лагере акер а также в обители альфы я брал еще ежедневки на луноросов потому что там кофрасы порошок а я знаете ли гном такой знаете запасливый хочется всего и побольше коль если я прихожу значит надо как говорится выжимать и все и до конца далее после выбитых пубинцов я знаете очень сильно прибодрился думаю нифига себе смотрите выбил типа ура типа пойду-ка я на шериханов мне даже еще свиток не кончился свиток закончился стрим все и продолжался я выйду почти в начале стрима их и спустя четыре часа стримов на шериханах я убиваю пилюлю пилюля которая для многих стала вообще просто краеугольным камнем я выбил за четыре часа и поэтому на меня смотрели крайне косо но я думал что поверьте игру пилюля это просто аванс потому что дальше будет сложнее и спойлеры я был прав пилюля 4-6 часов точно не могу сказать количество лута было крайне маленькой на луноросовом 240 тысяч здесь вообще был даже не 20000 не набил на могиле фармить все очень просто он спутан растянут идет вот от этой дороги до принципе до конца здесь разделяется на четыре части ну точнее вот так можно визуально мышечкой разделить на вот на 6 частей вот можно где-то на 4 если вы фармите много так что милости просим не любят этот спот контроль от мобы крайне не нравится но пилюлька падает там ничего с этим не поделаешь далее пепельный кактунак при слове кактунак мне вообще иногда глаз подергивается потому что там не провел больше самое большее количество времени почти под 100 часов то есть в совокупности у меня банка на хп вышло 140 часов и там я на волках провел большое количество времени но знаете я не раздроился на этот спот приказ с удовольствием прихожу я считаю что кагумы кагумы волки они же дриганские один из самых прекрасных лоу левельных спотов вообще для новичков по заработку там замечательно и вообще все 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 круто золотые кольца на тот момент очень много стоили сейчас обесценок обижа идет тогда они стали по 50 лямов я заработал них есть подтачивал синие кольца я тоже точил плюс один так они для бартер нужны кстати вот вам полезно совет что делать с нулевыми кольцами если вы пойдете я вообще без файлов их точил и продавал за 6-9 лямов товар не залеживался выпадает много всяких для файлов черепков чешуя камуса и всего прочего в общем спот мне сам по себе даже просто нравился фармин я же на двух чарах даже уже вышел сезон и я на блэйдере бегло здесь но выбил я на везде спот на котором я фармил находится непосредственно от узла синие селение красного волков внизу вот здесь огромный спот вот он разделяется дорога еще на две части можно фармить два человека я брал пол половинку круга этого не было вполне достаточно и там мои мучения просто были ужасные когда выбил я знал что мне последняя часть она знать когда последний дико тебя подталкивает вперед ты хочешь это делать все побыстрее быстрее я настолько побыстрее что это же забил на сборки забил на вообще фарм за рак туда заходил на фарм даже агрес сливал просто на волках просто хотелось побыстрее вот наверно в этом была и моя странная проблема что в какой-то момент ты каждый раз себя переселишь да нет да все да нет но вот скажем так все равно я спустя таких две бурные недели там по 8-10 часов стримов когда можно сбавить темп я продолжал заниматься сбором и в итоге на с помощью волков я здесь уже на везде взял 19 бс по себе было очень классно и приятно я уже с 19 бс к пошел дальше фармить и уже выбил посредственно им еще наследие тот самый пепельный как тунак 3 же 10 раз пути не ладен далее банка на ману собрал я банку на хп думаю блин ну все он пора бы остановиться максим и пошел фармить и понимаю что не могу просто вот я такой очень я не знаю я создал блейдер и я такой блин был бы круто на блейдер бесконечную банку на ману это же просто ультимативный предмет для этого класса он у меня есть то есть мой первый сезон это блейдер я думаю боже это же наверно моя мечта была еще когда был набор героя там были бесконечные банки на фп думаю ну это просто круто я хочу попробовать и знаете и спустя два дня я такое принимаю на стриме решение что все я бью банку на мп потому что она очень важная и крутая и буквально везом по везом маншару бить неудобно я думаю я начну с маншару вот прибыльные бабки там хорошее можно поднять принципе серьги уже копье ну вот сам все дорогой стоит почти по 8000 и 8000 я такой все маншару начнем с них я готов и прямо на клипе вы можете отмотать отмотать назад видно у меня свитка три минуты пошло я выбил самая моя быстрая деталька самая сложная на ману алая слеза выбита было за три минуты свитка я кстати почему свитка сказал я еще потом расскажу три минуты свитка прошло я выбиваю слезу по моим глазам и вообще реакции я был максимально удивлен мурашки по коже дрожь в пальцах все такое что происходит это со мной и дальше продолжаю это было на сезонном сервере кстати вопрос выпадают ли детальки на сезонном до выпадают далее я пошел на болотца но вот по поводу кстати сразу говорю по поводу по поводу сейчас где-то у нас маншару наши прекрасные где формить на маншару тут все очень просто вот просто везде потому что падает она только с одного моба по поводу выпадения с мобов я вам в конце предоставлю табличку ссылка на нее будет в описании с кого что падает и там уже подытожим объясню по поводу мобов вот можете брать маншар абсолютно весь как видите все споты на которых я выбивала не все мне прокачано это к этому вернемся как раз к пункту как их правильно выбивать далее далее то что мне сломала голову лук на ван и 2 и о кавиль тары я занимаюсь сбором я поднял на сборе на лугу на ванна я резал периков я поднял почти три уровня гранд мастера с 15 до 18 я думал я свихнусь потому что 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 но вот периков 800 тысяч и темов которые с них не нападала знаете я даже реализовать не смогу это самое ужасное думал здесь у меня выбиться гораздо быстрее чтобы нет просто не стоял я оставил это напоследок просто сливая энергией за это и поплатился сами видите в итоге банка на манну банка на хп у меня заняла 140 часов банка на манну это все-таки очень лайтово все равно перекис дались спустя 45 часов то там вышло в районе 60 часов по пересчету 60 часов я бил банку на манну почти в половину раза меньше и тем самым уже закрывая сезон блейдером я был с банки на хп что доставило мне просто нереальное удовольствие а теперь немножечко по мобам с которых падает непосредственно всей темпе платья палач кагумов это единственная самый моб который падает среди селений красных волков очень важно дрожж леса и друид лунороса они обычно ведут в пачки на спотах вы их все равно будете пить вот могила шерихана гуд белкадос и латион ночью ночью также шерихана падает не забывайте но я бы дополнил потому что скорее всего ну вот лата это ночью это вручную в мечом насколько я помню но я выбил с дневных с ночных также падает это стопроцентный шанс по поводу небесного кавильтара это перики и луговые слонята я выбивал с периков периков гораздо проще собирать их ну типа объем их резать но с луговые слонята даже с учетом того что там абсолютный снеглут весь можно продать было неудобно собирать я принял решение просто в удобство сбора собирал и луговых двумя ножами зачарованным и в дальнейшем я принял решение чтобы с этим а наса собирать у меня был там лайфхак такой я сейчас тоже им поделюсь если кто-то хочет потратить денежку меня было два ларса камердинера в котором стоял ну типа боевая одежка и допустим бижутерия манаса убивал и их просто обычная там 169 атаки собирал периков но в броне потому что перики могут шотнуть естественно все очень сильные мобы вот переделал манаса и занимался уже сбором чтобы побольше было порошка побольше ну там красном кафраса с них падали в общем какие-то проки что дополнительные деньги искал всевозможные альтернативы чтобы не уйти в минус банка банок я покупал огромное количество на банке был потрачено около примерно миллиарда за эти 40 часов я просто их сливал 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 просто доталово очень-очень быстро поэтому грубо говоря наверное этот все-таки миллиард я потратил и где-то столько же плюс-минус заработал то есть по сути на переках у меня ушло все минус поэтому меня это не сильно и расстроило главный результат со жрецов маншару выпадает 1 и т многие вбивают только жрецов бегают мой совет если вы хотите зам заработать вбивайте абсолютно всех рядом с ним стоящих если тем более у вас ауешки ну и ручер из тут с огромного количества хранитель листвы терновник колесов есть определенные споты над шире крайне ужаснейший спот из всех вообще даже перекин на самом деле такие были я примерно фармил вот в этой зоне вот это болотца и вот здесь она верхняя есть также мобы которые выбиваются и здесь где он не пися который дает ежедневные кусты но в основном выбивал не вот здесь мне было гораздо удобно здесь не меньше воды здесь меньше на плейдер я выбил мне передвигаться было гораздо проще по земле нежели чем по воде со всякими загогулинами куда ты мог просто за них застревать спот простой одно время по атаке на то же время крайне не удобно его честно говоря моя моя бы воля или убрать или переработать вообще на корню крайне вообще не выгодный спот ничего там не падает темпки дешевые ну как говорится братишки вы держитесь и сестренки то будет там все бить так это что касаемо мобов. Ссылочку на вот это я оставлю в описании. Не буду рассматривать сейчас продолжение 19 числа. Я продлил, насколько я помню, ивент, связанный с дополнительными локациями по ивенту. Со всех все выпадает, уже было проверено. Здесь также информация, с кого выпадает есть. Я выбивал все с классических, потому что такая халява. Под сентябрь проведение ивента почти на пол. Начинал целый месяц увеличить. У меня такого не было. Я обычно на стандартных выбивал. Далее. Какие хитрости? Какие плюсы? С чем я оформил эти банки? Уже на протяжении полугода идет разговор свитки удачи работают, свитки удачи не работают. Сейчас мы это все развеем раз и навсегда. Победоносный глоток. Так вот, слушайте меня внимательно. Во-первых, условия, при которых я оформил. Условия для меня были обязательно, это выкачанный спот. Выкачанный спот на 10, потому что я там буду проводить огромное количество времени. Если я там провожу огромное количество времени, я зарабатываю там лутом и остальными выпадающими предметами. Прокачка спота у тебя, есть ли в описании, что вероятность получить цены предмета на этом уже увеличена на 50%. Тем не менее, применяется с 10% шансом. Это все прекрасно работает. Это факт. Потому что в конце концов, тут имеется в виду конкретно лут, с которым ты будешь выходить, ну, который будешь приходить на споте, формить его. Я заранее, зная, что появятся банки, вливал в эти споты. То есть уже к появлению, к появлению непосредственно этих банок, у меня он даже влитый, я еще не забирал здесь. Я потом все это подуберу, мне это все потом не нужно. У меня были выкачаны даже руины дширы, понимаете? Абсолютно бесполезный, по сути, спот. Но все равно я это сделал. Единственное, на спот, я вернусь, почему, который я не выкачал, это был лук на ван. Он просто у меня открыт, но не выкачан. Я объясню, почему. Вот. Теперь, какие условия у меня были для выполнения и что я делал? Я, естественно, у меня шанс получения трофеев. Трофеев был 20% от знаний с мобов. Обязательно у меня было благословение, как и ма-сильвы. 10% баф с палатки, за 10 миллионов я всегда юзал. И, естественно, свиток удачи, который выдаивал 100% шанс получения трофеев. Количество трофеев, это количество лутина выпадаемых. Шанс получения трофеев, это, по сути, здесь 0-0-1. Каждый показатель свитка удачи или других предметов, допустим, где написано 20%, дает примерно 0-0-1 шанс или 0-1, потому что если брать исчисления непосредственно шансы, которые были в базе на ученых, вы можете посмотреть. Тут 10-тысячные цифры. Точнее, цифры. В целом, я от этого отталкиваюсь. Соответственно. Примерно, когда пошла первая волна, прошел фейк. Я уже скрин фейка могу поискать, но не найду. Я вам лучше покажу нормальные скриншоты, которые... Чтобы у вас было... Не было просто вообще больше. Вот у меня, видите, сколько вкладок, которые так первые. Это скриншот техподдержки, которые писал Сережа Инг. От 22 мая. Эффект. Шанс получения трофеев распространяется также на соответствующие редких предметов. Обрывок неизвестной карты, деталь хорошего компаса и предмет, необходимый для получения неиссякаемых зелий. Он это аддон. Соответственно, эффекты шанса получения трофеев предчлены вами. Свитка удачи, благословение Камасилия, лагеря удачи авантюриста, сервера Арши, знание питомцев, это 54%, распространяется и на редкие предметы сокровищ. Это говорит специалист техподдержки. Далее. У Сережи вышел ролик. Изменения в ивенте Охотник Сокровища. Так, 20 мая. Где также, даже он его пометил лайком, я тут еще пруфов выдавал следующие. Два скриншота. Первый скриншот. Вообще, фейк пошел из N.A. Ну, то есть, с Америки, по-моему. Или с Америки, или с Европы. В общем, с европейских серверов. Давайте проще. Когда спросили гейма Ротаза, Can you please explain this screenshot? Yes, I can't. A fake. Первый у нас гейм говорит. И гейм Сервантес также говорит, что это скриншот, где было указано, что не влияет свитки удачи, это является фейком. Если вы хотите полную ссылку на этот топик посмотреть, вот он в описании идет, где люди как раз начали это дело обсуждать. Почему, ну, типа, какого черта свитки удачи не работают, нас, видать, гейма обманывают, или вообще, что ко всему, ну, что к чему, и так далее, и тому подобное. Ну, был разбор полностью всей проблемы. Выявили, естественно, что это фейк. И смотрите, какая ситуация. Я кучу всяких там дурных людей почитал. Даже, по-моему, есть тут в комментариях это. В комментариях где-то было, что, типа, знаете, по-моему, вот в этом посте Сережа, нет, врать, что-то где-то там еще было, типа, верьте дальнейшим верующих, бабос варить проще. Вот смотрите, какие люди, ну, неогразумные, неграмотные, которые, видать, в школе не изучали математику, банальную математику и банальную логику отсутствия. Я сейчас объясню. Свитки удачи также у нас в России порезали вообще по получениям, кроме тех или иных моментов, где их можно достать. На Европе их вообще мало количества появляется, и у них не получи даже банально 3 штуки за покупку костюма. Свитки удачи являются ультимативным получением вообще дроп, ну, вообще и темом таким, для получения дополнительного дропа и наград. Они стоят больших, в принципе, денежек. В принципе, даже если их просто покупать. И логично предположить, что компании Перлабис действительно хочется получить за них еще дополнительные деньги, чтобы людям было мотивацией их покупать в тех или иных даже ивентах, которые они их продвигают в себя в шопе. И если бы они не работали, это подставило им и репутацию, под репутацию, ну, то есть, это угроза репутации, вообще Перлабис, то есть, по сути, они бы продавали бы воздух, хотя они, может, и говорят, скажут, что в любом случае игра это воздух, но все-таки. Это абсолютно нелогично. Абсолютно. То есть, мы сделаем свитки, которые как бы не работают, а вы дальше продолжаете играть. Нет, есть, к сожалению, для многих людей, которым не выпадает, есть понимание шанса рандом. Рандом и математика. Это самые две страшные вещи. Кому-то за... Я просто напомню, что первая банка была на России собрана за один день. За первые сутки, понимаете? А кто-то собирает ее до сих пор. И тут уже ничем с этим не подпишет. Я играю очень давно в корейские игры, очень давно, с 2004 года. К сожалению, я сразу с рандомом столкнулся в разных ипостасиях, и мне, честно сказать, полнобанки на все эти мои повезло. Я считаю, фактор везения в корейских играх также один из ключевых. Тут уже никакие свитки удачи на это не повлияют. Тут повлияет, не знаю, что-то сверху. Фиг его знает. Но конкретно, конкретно свитки удачи и все остальные бафы, такие как дерево, знание с мобов, которые у вас, возможно, не набиты, а очень зря, сейчас это очень легко сделать, влияет и увеличивает шансы. Даже 5 удачи в вашем персонаже увеличивает шанс получения уникального предмета, так же, как и уникального дропа. Обычного. В виде сережек, ожерелок и прочее, прочее, прочее. Поэтому будьте благоразумными и логичными. И не ведитесь на провокации всяких недалеких молодых людей в чатах мировых, которые говорят, что не работает. Проверено на себе, все прекрасно работает. И закончим эту тему и скажу, где не работает. Не работает? Не работает. Тут только в одном случае. При Оке Вильтара. Это вообще, кстати, халява. Почему я очень не надеялся, что он мне выпадет гораздо быстрее. Но Оке Вильтара работает две вещи. Это Ёжик и Манос. Но Манос, он должен, по идее, повышать шанс удачи. Но прекрасно я видел, как люди спокойно доставали и с зачарованным этим ножом. Потому что там тоже шанс увеличен получить редкий предмет при сборе. Манос же и Ёжик может тебя раздвоить Вильтару, как у меня это было в клипе. И вообще есть клип, где четыре Ока Вильтара было при одном сборе. На Европе у чувака просто. что у него прокнул Манос, у него прокнул Ёжик. Вот Ока Вильтара это вещь, которая не зависит от свитков удачи. И к сожалению, наверное, или к счастью, не зависит от ремес... К счастью для многих людей, которые не заняты со сбором, оно не зависит от вашего мастерства. Так что это вообще халява. Вот здесь они, видать, решили действительно на людей не особо дико наседать. Поэтому, в принципе, здесь вы можете брать и зачаровку, вы можете брать и Манос, если хотите дополнительные деньги, вы это все дело получите. Ну, а теперь хотелось бы рассказать о хорошем. В принципе, какие мои выводы после того, как я сделал эти Баньки Бесконечность? Знаете, только положительные эмоции. Меньше веса. Я о них вообще теперь перестал задумываться, что где там, как и почему. На Блейдере, на персонажах вообще ФП-зависящих и Мано-зависящих это вообще Мана Небесная. Я вам серьезно говорю, Блейдер по-другому вообще видит как персонаж. Я дикый восторг получал, просто играя на этом персонажа с подконечной банкой на ХП и Ману. На Каче это удобно, на Гилдварах это удобно, то есть в целом, я говорю, это тот самый комфорт, за который хочется, вообще, тот самый комфорт, которому хочется прийти в игре. Мои выводы банки это чудо, которое в сочетании с пятой бодрой Синофеей чудо в квадрате. Мне очень нравится, я с ними бегаю, я не жалею потраченного времени и желаю вам также, мои хорошие, обзавестись этими банками. И я очень надеюсь, что каждый, кто напишет сегодня в комментариях, скажет, братан, я выбил или мой видос сейчас смотивировал, я вас очень сильно верю. Вы придете ко мне на сцену, скажет, Юга, я добил эту срань, я смог, я справился. Считайте, что это ваша гора, которую вы должны покорить в этой игре. Но мы не будем останавливаться, потому что следующим пунктом у меня будет идти компас и уже по нему будет отдельный видосик, когда я его выбью. Но это уже совсем другая история. А вам большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вас немножечко взбодрит и смотивирует дальше находиться и выбивать эти баночки в игре Black Desert Online. Если оно вам понравилось, это видео, поставьте ему лайк, напишите комментарии, подпишитесь на канал и оставайтесь на волне Black Desert вместе с Югой. Встретимся в прямых эфирах на Твиче. Удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok